Вот идём, мелкими шашками. Город сковала ледовая корка. Тротуары больше похожи на катки, не чищены подъезды к больницам и школам. Скользко и в самых проходных местах у магазинов и торговых центров. Шли где рыхленько. Друг за друга держались. Да. Чтобы если упасть, так всем, наверное. Ну кто-то же должен выстоять. Это очень страшно. Ничего не подсыпано нигде. Вот такой гололёд везде. У меня ещё скользкие. Я боялась, что в воду. Есть ещё один нюанс, который осложняет людям жизнь. Сейчас все перебываются с зимней на осенне-весеннюю обувь. Она, как водится, более скользкая. Приходится либо очень медленно идти, либо что-нибудь придумывать. Бывает, наклеиваю пластырь такой, продаётся марлевый. Помогает. Есть и другие лайфхаки, чтобы более увереннее шагать по ледовым тротуарам. Например, наклеить крупицы песка или соли на подошву, делятся пользователи в интернете. И даже если противогололёдная смесь не рассыпана на дороге, она всегда будет с собой на ботинках. Вариант попроще купить ледоступы. С такой насадкой точно не страшен гололёд. Но чаще всего люди просто не успевают подготовиться. Самый опасный период длится около двух недель, говорят травматологи. Но и этого хватает, чтобы заработать ушибы и переломы. А на асфальте лёд, вот громко прям. И вот я за неё зацепилась и вот съехала, и вот пальчики подвернулись мои. Если говорить о количествах людей, которые упали на улицы, то, наверное, их количество составляет где-то 55-60% от того количества людей, которые к нам обращаются за сутки. Это переломы лучевой кости. Также подворачивают ногу в голеностопном суставе. У кого-то это проходит за 3-5 дней, а у кого-то требуется до двух недель. Если это переломы, то этот процесс растягивается на месяцы. Для этого времени года, говорят врачи, повышенный травматизм – обычное дело. Количество пациентов закономерно растёт. По городу везде почти, где бы я ни шла, вот, наверное, кроме центра, везде лёд. Вот постоянно. Я постоянно подскальзываюсь. Почти каждый день я падаю. Но вчера было очень сильно такое. Иду, иду, подскальзываюсь, со всей силы падаю, рукой ударяюсь об лёд. Очень сильно было больно. По всей дорожке был лёд. То есть направо, налево, куда бы ты ни пошёл, везде лёд. Получается, не выходить, что ли ждать, пока растает, ну, тоже не вариант. Конечно, скользко. Как вы считаете, помогает песок, который рассыпают, или нет? Нет, он, безусловно, помогает, если его в своё время насыпать. Если бы сейчас его посыпать, то вообще проблем не было бы. Как раз песка, которого сейчас так не хватает пешеходам, на улицах города в ближайший сезон мы не увидим, говорят в УДИП. Максимум — соль, и то не повсеместно. Потому что сейчас задача, наоборот, стоит убрать песок в городе. Потому что за всю зиму на городские дороги было высыпано несколько сотен тонн песко-соляной смеси. Соль на тротуарах используется очень локально, только там, где это необходимо. Если это какая-то, например, теневая сторона, там, где лёд не может растаять сейчас самостоятельно. Остаётся надеяться на ручной труд, как говорят в мэрии, ежедневно на улицах работают 400 человек. И на то, что весеннее солнце растопит скользкие улицы. В других же городах, в том числе и столицы, по-прежнему доверяют многокомпонентным реагентам. Например, в Москве используют раствор хлористого кальция и натрия. В Перми в этом году дороги и тротуары обрабатывали новым двухфазным реагентом, состоящий из жидкой и твёрдой частей. А в Санкт-Петербурге и вовсе отказались от соли. Дорожники обходятся песком и гранитной крошкой, считая, что соль – тот же реагент. И, как любая химия, негативно влияет на почву. Напомним, что в Красноярске запретили городским властям пользоваться реагентами из-за жалоб жителей, что, впрочем, не мешает использовать их частникам. Стефания Микишова, Дмитрий Кочетков и Илья Гришан. Новости Прима. Продолжение следует...